Всем добрый день! Сегодня с вами тепличное хозяйство петунии НСК и Николай. После прошлого видео я понял, что многие допускают очень много ошибок по выращиванию этого прекрасного растения, как халибрахуа. Все комментарии читать не буду, просто сейчас мы с вами разберем основные ошибки от и до. Значит самое первое, что мы начинаем, это пересаживать растения в самом начале сезона. Допускаем самую главную ошибку, когда мы очень маленькое растение уже с хорошей корневой системой садим сразу же в большой объем и тем самым мы получаем, что грунта очень много, буферизация влаги очень большая и соответственно оно не успевает просыхать и растение постоянно находится в влаге. Чтобы избежать такой проблемы мы должны обязательно с вами произвести следующую перевалку. Перевалку мы делаем либо в 0,5 литра, вот так вот она получается, либо в 1 литр и вот эти растения уже можно спокойно будет сажать от 4 до 6 литров кашпо. Если мы хотим посадить растение еще в больший объем, например, 9-15 литров, есть некоторые сорта, которые по одному растению могут заполнить большие объемы, то обязательно после перевалки в 0,5 или литр можно будет пересадить в горшочек уже побольше, скажем, в 2 литра или в 3 литра, тем самым нарастить еще большую корневую систему, создать правильный контур вегетативной массы, то есть мы подрезаем, когда нам не нравится, когда лишние веточки идут и после этого уже пересадить большой-большой объем. Самая большая проблема это, конечно же, перелив. Я всегда, когда продаю калибрахуа, удостоверяюсь о том, что покупатели знают, с чем они связались и что надо обязательно контролировать перелив. У калибрахуа есть такая особенность довольно интересная, что когда она получает перелив, она начинает вянуть, то есть терять тургор. И людям кажется, что совершенно не хватает воды и надо, конечно же, ее полить. И при этом добавляют еще воду, тем больше страдает корень и тем больше мы еще убиваем растение. То есть оно совсем потеряет корневую систему и растение просто у нас умрет. Чтобы избежать такого случая, нам надо обязательно в процессе либо на вес проверять горшочек, что он тяжелый и сейчас его поливать не стоит, либо проверять прям пальчиком, что грунт просох. Если грунт мокрый и при этом растение вянет, значит начинает страдать корневая система. Не стоит сразу же паниковать, его стоит только просушить так, чтобы полностью корень высох и потом потихоньку опять начинать его полить. Когда уже у нас более большое растение, когда оно идет у нас в кашполь, либо в огромном квазоне, уже проблема эта практически снимается, потому что вегетативная масса у нас идет очень-очень большая. Соответственно площадь испарения влаги у нас большая, то есть вода испаряется у нас всегда не из земли, а растение пьет и отдает влагу воздух через листву. Соответственно чем больше растение, тем уже сложнее будет его перелить. Но тем не менее обязательно всегда проверяем также либо навес, смотрим, либо просто вовнутрь опускаем пальчик, не только верхний слой, а можно еще и заглубить и почувствовать насколько грунт сейчас влажный. Если он влажный, то пока его не поливаем. Это вот основные понятия, давайте их закрепим. Пересаживаем маленькое растение вначале в небольшой объем и готовим его для посадки в 5-6 литров. Если мы планируем посадить его в большие огромные объемы, то соответственно можно будет эти растения еще раз пересадить в 2-3 литра и только потом уже дать ему огромный объем и следим обязательно за поливом. Дальше самая большая у нас проблема, это когда мы неправильно подбираем грунт. Многие думают, что грунт не решает ничего, в садовой земле у нас растет все, но это не так. Дело в том, что... А, да, еще самое главное, почему-то есть такая мысль, что садовая земля меньше пересыхает, но это тоже не так. Дело в том, что растение пьет корнями и отдает всю влагу в листья, как я говорил, да, и соответственно идет вот это вот испарение. А так как в садовой земле у нас очень маленькая буферизация по влаге или как влагоемкость намного меньше и соответственно аэрация, то есть проникновение воздуха в корень тоже намного меньше, растению будет намного сложнее развиваться в садовой обычной тяжелой земле. Поэтому надо использовать нейтрализованный торф. Когда мы, получается, видим о том, что торф очень быстро сохнет, это не говорит о том, что этот торф сохнет, это говорит о том, что растение очень быстро пьет и соответственно очень быстро отдает влагу в воздух. Поэтому надо просто немножко чаще его поливать и растение будет чувствовать себя превосходно. Но опять же не забываем, что даже взрослое растение при переливе, при очень обильных дождях, может тоже начать вянуть, да. И соответственно обязательно проверяем на ощупь, либо опять же на вес, что растение сейчас достаточное количество влаги и оно вянет от того, что уже перелитая. Поэтому его дальше просто сушим. Следующий нюанс. Удобрение. Значит, я использую удобрение пролонгированное действие. Это то, которое действует у нас 5-6 месяцев. Мы его сразу же добавляем при посадке, но тем не менее мы постоянно проводим еще корректировки. Пользуемся минеральными удобрениями, на которых идут у нас формула азот, фосфор, калий. И эти циферки не должны быть меньше десяти. Многие пользуются, скажем, биоудобрениями жидкими, в которых практически нету содержания азота, фосфора и калия. Если внимательно почитать, то там один процент, три процента содержания калия. Если мы еще этим биогумусом, еще его и разводим в воде, то соответственно процент падает практически до ноля. А любые цветущие растения, у которых особенно очень много цветов, они реально любят покушать. Им нужен этот азот, им нужен фосфор, им нужен калий. Поэтому, ребята, надо пользоваться минеральными удобрениями. То есть, в течение момента, когда мы их выращиваем, вернее, в момент, когда мы их пересадили в новый объем, нам надо дать с высоким содержанием фосфора, чтобы у нас образовалась большая корневая мощная система. После того, как мы уже нарастили корневую систему, переходим на универсальная. Там, где три циферки, близкие к одинаковым. Там бывает 18, 18, 18 либо 20, 20, 20. И этим удобрением мы можем пользоваться до полного формирования уже вегетативной массы. То есть, когда нас куст полностью уже устроит. Он уже будет у нас практически полностью цвести, все у него будет хорошо. Но чтобы цветок держался еще больше, вернее, дольше, то есть, не так быстро отвидали, то мы начинаем уже в конце, когда полностью сформированный куст и набрал уже цветы, больше использовать удобрение калийное. Ну, например, там 10, 10, 30, да? То есть, первые две это азот фосфор, а последний это калий. Калий отвечает у нас уже за структуру самого куста и за качество самого цветка, который должен цвести долго, а не на один день. И самое интересное уже не ошибка, а заблуждение, которую пару раз тоже прочитал в комментариях, что можно устать убирать цветы. Но именно калибрахуа и отличается тем от петуни, что у нее можно не убирать цветы. То есть, отцвевшие цветочки, они нам не мешают дальнейшему цветению. Тут нету такой огромной силы, которая отдается в семенную коробочку, которая бы нам не дала бы дальше расти, цвести этому растению. Соответственно, я никогда не советую прям обязательно, обильно убрать все цветочки, которые отцвели. Во-первых, их никогда не видно, они реально очень хорошо прячутся вовнутрь. Вот если взять цветочек, вот он, который отцвел, он завял, в принципе, и практически ничего не видно. Сейчас еще один оторву. Если, конечно, очень близко рассматривать, то будет видно, что есть отцвевшие цветочки, но сверху масса цветов будет закрывать это все. И, в принципе, можно не убирать. Я, конечно, люблю убирать цветы, потому что постоянно добиваюсь максимального цветения, максимальное количество цветов на растении. Поэтому я могу иногда два-три вечера сесть и провести за тем, чтобы у некоторых растений убрать все отцвевшие цветы. Бывает иногда даже, когда хочу прям получить взрыв цветения, могу среди лета подкормить его фосфорным удобрением, убрать не только отцвевшие цветы, но и те, которые уже цветут. И буквально через полторы-две недели получить новый заряд очень мощного цветения. Ну, это каждый, кто сколько может времени потратить на растения. У меня летом времени немножко побольше, поэтому я люблю именно проводить взрыв цветения. Я думаю, это основные моменты. А также, вспомнил, самое главное, что не обязательно проводить омолаживающую стрижку, как у питунья. То есть, она будет до самой осени у нас нарастать. Просто не забываем ее подкармливать. Даже если у нас заложено удобрение пролонгированного действия, как у меня, то ближе к осени, я бы даже сказал бы, во второй половине лета можно уже начинать ее подкармливать минеральными удобрениями. И тогда она будет свести буквально до самого снега. В прошлом году у меня цвели они, и снег даже пошел. На них лег, растаял, они еще дальше цвели. Ну и давайте в конце, подведем итог. Самое главное, правильно пересадить, перевалить, подобрать правильный объем, подобрать грамотно грунт, потому что он должен быть легкий, воздушный. И, конечно же, не переливаем, и последнее обязательно кормим. Растения это очень любят. А еще больше информации вы можете получить в нашем телеграм-канале, который будет в описании.